Битва за храм. На западе Украины в Тернопольской области захвачена церковь Московского Патриархата. Туда ворвались боевики запрещенного в России правого сектора. Подъехал и добровольческий батальон, находящийся подчинением ВД. В итоге полтора десятка верующих избиты. И это не единственный подобный случай за последнее время. Ольга Герсименко продолжит. Пусть я меня это не сказала! Пускай! Пускай! На этом видео, которое попало в интернет, пожилая женщина в отчаянии. И уже через минуту из глаз слезы. Местные жители не понимают, почему в день празднования Рождества Пресвятой Богородицы их не пускают в церковь. Что ты смеешься? Открой свое лицо и смейся людям в глаза. Что будешь делать? Резать или стрелять в меня? Люди в камуфляже с нашивками запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» и боевики нацгвардии оттесняют верующих. Но людской поток все же прорывается к церкви. И тогда в ход идут дубинки. Что ты задуравишь? После того, как представители общины Украинской Православной Церкви потребовали пропустить их к церкви, чтобы забрать священные предметы, начался силовой конфликт. Бойцы подразделения МВД «Батальон Тернополь-2» начали жестоко избивать верующих. Около 15 человек травмированы. Один с тяжелыми травмами госпитализирован. Некоторые пострадавшие получили переломы конечностей. На сайте Украинской Православной Церкви Московского Патриархата события в Катериновке называют силовым захватом храма представителями Киевского Патриархата при поддержке радикалов из правого сектора и бездействий МВД. Конфликт в селе продолжается уже не первый месяц. У нас есть право служить в храме. Когда будут документы у вас на регистрацию, тогда и будем говорить. В случае захвата храмов на западе Украины с применением силы в последние месяцы событие нередкое. Село Башуки тоже в Тернопольской области. В кадр любительской камеры опять попадают люди в балаклавах. Как они утверждают, пришли помолиться. Священник же говорит, замок на дверях храма был сломан. Это уже правый сектор встал в воротах. Их просто не пустили на территорию храма. То есть правый сектор запрещал кому-то пройти? Да, нашим прихожанам. Жители другого села Колосово, защищая свое право на церковь, пришли к местным властям. Когда узнали, их храм перешел в подчинение Киевскому Патриархату. Если вас беспокоит распоряжение главы администрации, тогда другой вариант – подавать в суд. О том, что служителям церкви Московского Патриархата поступают угрозы, на Украине в последнее время сообщают регулярно. Но порой происходят и более страшные события. В июне в своей квартире в Киеве со следами пыток было найдено тело монахини Украинской Православной Церкви Алифтины. За неделю до этого от ранения в голову скончался настоятель Киевского храма Святой Татьяны, священник Роман Николаев. Чем закончится противостояние в селе Катериновка, пока не ясно. В управлении МВД Патернопольской области сообщили. Выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов». Возбуждено ли дело в связи с насилием по отношению к прихожанам, не сообщается. Ольга Герасименко, Игорь Гафонов, Первый канал.